Всем привет, с вами Алекс Булкин и сайт ArtMader.com. Как я и обещал, в этом уроке я вам буду рассказывать про создание такой маленькой базы данных в Excel и подгрузка ее в InDesign с использованием утилиты DataMerge. То есть, начнем с того, что мы создали определенную базу данных, у нас имена, фамилии, отзывы, как в прошлый раз, с бейджиками. Наша задача подгрузить ее в InDesign. Смотрите, хочу начать с того, что если вы пишете на русском, то есть киребицей, обязательно, когда будете сохранять, вы сохраняете ее в таком расширении файла, как Unicode, чтобы InDesign определил это. Если же это обычная локтинца, то можно использовать обычный TXT. Вот этот. Tab Delimited. Ладно, сохраняем нашу базу. Save. OK. Нет. Cancel. Так. Далее. Закрываем он нам больше не требуется. Теперь. Как попасть в DataMerge? Для этого заходим вкладку Window. Выбираем утилиты. Кстати, я использую InDesign CR6. И выбираю вот этот DataMerge. Вот она. Под открывшимся окне у нас есть выпадающий список. У нас есть такой пункт цель DataServe. То есть нашу книжку. Нашу базу данных. Вот она у нас. Открываем. Все. Они подгрузились. Теперь. Как часто и где можно это применять? Я лично это применяю при создании сертификатов. Например, представьте, у вас три человек. Каждый из них получил разные оценки. И там, как бы, разные description, да, описание там. Он прослушал, там, он получил, он заслужил. Как бы каждому присылается свое значение. То есть я сейчас вам показываю суть. То есть принцип работы этих функций. То есть мы создаем сейчас текстовые поля. Я просто их скопирую. Вот. Все очень просто. Вот мы их создали, да. Теперь выделяем наше текстовое поле. Зажимаем клавишу Shift. Нажимаем на первое значение, второе и третье. Далее ставим галочку превью. Просматриваем. Да. Все окей, все работает. То есть данный вариант самый простой, но отсюда уже следует остальное. Как вы будете работать с более сложными задачами. Так, как настроить стиль? Ну, выключим, потому что это нам не требуется. Вы просто выделяете, выделяете сперва первое поле, да, какое вам требуется. Выбираете нужный вам цвет. Например, вот этот синенький там. Болт конденсинг. Прибавлю вот так, где-то до 36. Потом фамилиям. 36. И оценка. Ну, оценка, пусть будет, 14 и, например, красный. Красный цвет, вот такого. Также укажем, что это болт обычный. По центру. Потом, так же я выбираю вот эту функцию. Так. Так. Все. Когда это у нас сделано, товарищи, мы просто... Смотрим, и да, все работает. Хочу заметить еще одно. Как бы я сейчас пытаюсь перечислить все такие нюансы, которые бывают. Если у вас при подгрузке данных возникают проблемы, то значит, первая проблема в чем может быть. Мы открываем вкладку Windows. Мы ищем... Сейчас я вам скажу точно, что мы ищем. Гиперлинкс. Наизусть не помню. А, вот они. То есть, интерактив и гиперлинкс. Вот видите, здесь созданы линки. Иногда, когда здесь набирается, так скажем, то, что мусора просто глючит программа, и исходя из этого, она не может точно подставить данные, и происходит ошибка, или не подгружается, или не в правильном формате. Вы просто очищаете здесь все, то есть, выделяете и нажимаете вот эту кнопочку, вот на это ведерочко, да. Вас спрашивают, вы точно хотите удалить? Вы говорите, да. Все, а потом уже заново подгружаете, и проблема будет решена. Вот. Когда у вас все будет готово, просто экспортируете уже в PDF, настраиваете здесь тут, как вам, годно, да, отступы и так далее. Вот. Там, например, превью есть. Здесь, да, все такое. То есть, все очень просто. Если у вас будут возникнуть вопросы или трудности с вашими задачами, вы можете мне написать врачей, и свяжемся там по электронной почте, или по Skype, как он будет удобно. Все, спасибо за внимание. С вами был Алекс Букин и сайт ArtMader.com. Спасибо, пока.